Привет, меня зовут Рома. У меня такая тема Web Apps Performance и JavaScript Компиляторы. После того, как Илья сказал, что там V8 как-то неправильно оптимизирует и все ломается, мне теперь будет сложно вас убедить, что оптимизирующие компиляторы нужно использовать. На самом деле я буду рассказывать не про те оптимизирующие компиляторы, которые работают в браузере, а те, которые мы используем как инструмент для минифицирования кода в production. Ну и в общем про то, как понять, что у вас есть проблема в вашем веб-приложении. То есть доклад не будет о том, как там найти фреймворк, который работает быстрее или лучше. Это не будет сравнения. Мы поговорим в принципе о перформансе, о компиляторах, какие из них лучше, какие хуже и что они нам позволяют сделать, как они нам позволяют улучшить загрузку и так далее. То есть в чем вообще проблема как бы, да? Вот. Проблема в том, что современное веб-приложение – это белая страница и 5 мегабайт там бандла, грубо говоря, да? Вот. То есть вы заходите с телефона, вы смотрите на эту штуку, оно там очень долго загружается. Это когда вы девелопите, у вас все локально, вы думаете, круто, у меня веб-бабка так классно работает, все супер, все юзеры будут довольны. А на деле я беру телефон там, по пути в метро захожу, заходишь в метро, интернет уже начинает так подглючивать немножко, и вот это вот наше классное веб-приложение, оно уже не такое же и классное, я не могу им пользоваться, пока не дойду до Wi-Fi. Ну вот, да, как бы корень всех проблем вот в этом. У нас один файл и пустая страница. Что с этим делать? Ну, кто-то может сказать там рендерить на сервере, но рендерить на сервере не все себе могут позволить, потому что это довольно сложно сделать на самом деле. Но есть ряд как бы других решений, которые помогут решить эту проблему. Вот. Как вообще понять, в чем проблема, ну вот кроме вот этой штуки, разобраться внутри, как бы попрофайлить и правильно это сделать, и разобраться конкретно там, как ваш долго код загружается, может он не только долго загружается, но долго еще и выполняется, потому что у вас бандл неоптимизированный и так далее. В хроме в профайлере можно поставить эмуляцию девайса по CPU, то есть можно затротлить CPU, и там вот, например, есть пресет для high-end device, скажем, это какой-нибудь iPhone 7 или 6, да, то есть он в два раза там затротлит процессор. Или вот можно network взять затротлить до 3G, до хорошего 3G, до плохого 3G, там куча пресетов, это можно пробовать. Вот, а потом вы берете, перезагружаете ваш сайт, записываете и смотрите, что у вас один такой здоровенный бандл, он на седьмом iPhone, там на обычном 3G, загружается почти 9 секунд, а потом еще, так как это телефон, оно еще где-то 680 миллисекунд, этот скрипт выполняется. А представьте, если это еще какой-то там, не знаю, iPhone там 4, оно там уже вообще будет секунды полторы-две, то есть это не загрузка, а этот скрипт загрузился, вот этот бандл там, не знаю сколько, мегабайт, да, и ему нужно еще 2-3 секунды на посредственном телефоне для того, чтобы взять просто и выполнить этот код. То есть мы уже приходим к тому, что у нас настолько много кода, что он просто вот занимает определенное время выполнения. Это не так просто вот щелкнули, все завелось. Вот. И ну почему это плохо, как бы, да, то есть мы заходим на страницу, мы ждем, пользователи ваши ждут, у них съедается трафик. Это хорошо, если они дождутся, пока загрузится ваше приложение и останутся там в вашем магазине и что-то купят. Вот, но скорее всего они не дождутся, они уйдут. Вот, то есть у них съезд трафик, трафик у нас 3G не очень там дешевый, например, да, 5 мегабайт и так далее, каждый день этим пользоваться. Вот, в итоге это все еще и деньги съедает. Вот. И как следствие вас никто не любит за это, не конкретно вас, а вашего заказчика, например, да, или компанию, но вам как бы тоже нужно чувствовать за это ответственность по-хорошему. Вот. И ваш заказчик или вы, если вы продуктовая компания, вы теряете в итоге деньги, уменьшается конверсия. Вот. Google любит придумывать свои паттерны, типа Rail и Purple. Вот. А я придумал анти-паттерн, который называется Wait, Traffic, Money, Hate, Lose Money. What the MHLM. Вот. То есть если вы не оптимизируете ничего, вы примерно вот такой штукой занимаетесь. Можете себя так обзывать. Но на самом деле не все так плохо, потому что, опять же, не все могут себе позволить вот брать там… Сходил там на презентацию Google, у них там сервис-воркеры, там какая-то там суперкрутая предзагрузка. Не все могут позволить себе это сделать, потому что не у всех клиенты там используют последние браузеры или какие-то там последние, не знаю, там мобайл, десктоп-браузеры, которые все это поддерживают. На самом деле есть похожие техники, которые тоже помогают оптимизировать. Не так может быть круто, но оптимизировать это нормально. И в принципе наша задача как разработчиков, она фундаментально состоит в том, что нам нужно уменьшить время до… интервал времени с того момента, как пользователь зашел на страницу, и когда он может начать пользоваться интерфейсом. То есть сюда входит и ускорение времени загрузки, там тот же сервер-рендер этому помогает, ускорение времени отрабатывания скрипта. То есть все-все-все вот это, оно сводится к тому, что нам нужно максимально быстро донести до пользователя интерфейс, чтобы он мог начать им пользоваться. То есть идеальный кейс, идеальный случай, как это все сделать, чтобы все было суперкруто, это относится именно к веб-аппликейшнам. Если у вас обычный сайт, понятно, у вас уже все на сервере рендерится, у вас все круто, у вас там конверсия бешеная. Но мы сейчас делаем веб-аппликейшн, и нам надо как-то эту проблему решать. Мы идем назад. То есть, да, отрендерить там все на сервере нужно. Вот, там еще и CSS можно рендерить на сервере, да, есть техники, если вы используете веб-пак, можно использовать плагины, которые там минимальный CSS для текущей вьюшки, он отрендерится на сервере. То есть, мы отрендерили на сервере, отдали индекс HTML, мы разбиваем наш бандл на маленькие бандлы, которые нужны только для текущей вьюшки, которую юзер запросил. А потом, когда интерфейс отобразился уже, да, и пользователь начинает работать с ним, мы в это время в бэкграунде можем догружать другие части нашего приложения, которые пользователю могут быть нужны. И тут вы можете решить, как это делать. Вы можете сразу эти части в бэкграунде догружать, тогда как бы тоже трафик у пользователя будет съедаться, а можно просто по запросу, так называемый lazy loading, когда пользователь будет client-side row переходить на другую вьюшку, вы можете подтянуть этот бандл, и тогда если… Вот нормальный кейс. У вас есть продукт, есть демо-пейдж. Демо-пейдж – это часть того большого продукта, и тот большой продукт – это один большой веб-аппликейшн. Если у вас есть демо-пейджа, вам нет смысла загружать всю вот эту информацию, весь этот бандл для пользователя, который, возможно, скорее всего, попользуется этой демо-пейджой и уйдет, потому что обычно конверсия очень маленькая. Вот. Поэтому стоит это разбить как бы на бандлы, человек там придет, попользуется, там 150, там 20, 30 килобайт он загрузит, зато у него быстро эта демо-пейджа появится, он сразу сможет попробовать вашу демо-версию вашего продукта, и если ему понравится, он перейдет дальше, там, и подгрузит все остальное, и будет уже с ним работать. А так, подумайте, если у вас демка, да, и она еще и долго грузится, то есть мало того, что никто не хочет ждать, так он еще и от вашей демки вообще толку никакого не будет. Вот. Или с какой-нибудь там логин-пейджой, если у вас сложный логин или регистрация с кучей форм каких-то штук, то есть, в принципе, логин страницу не стоит делать там на реакте, да, потому что это просто форма обычно. Вот. Но бывают случаи, когда там очень сложный интерфейс какой-нибудь, какие-то штуки. Вот. И обычно это все строится все равно в рамках приложения, как одно, как один бандл, но если это всего лишь логин-пейджа, и не факт, что человек залогинится, может, он просто зарегистрируется, ему нужно там аппрувить имейл, а он это забьет и уйдет. Вот. Зачем ему, опять же, загружать на странице логина всю вашу логику вашего приложения, которую он, может, никогда не увидит, и она ему не нужна. Опять же, это все можно разбивать. Вот. Код сплитинг. Вот. Код сплитинг – это как раз решение той проблемы, которая позволяет разбивать. Самый простой вариант, если вы там делаете приложение на реакте, если вы используете веб-пак, то в веб-паке есть плагин, называется Common Chunks Плагин. Вы ему указываете возможные entry-поинты в вашем приложении, то есть это отдельные будут бандлы. Вот. И он собирает ваше приложение и разбивает его на разные части. В идеале разбивать можно по роутам. Вот. Но это не всегда получается. Чаще я говорю просто там, например, demo page и остальное приложение или как-то так. Вот. Но в идеале разбивать приложение на бандлы по роутам. То есть там у вас есть индекс какой-то роут, да, там user settings. Вот. И на каждый из этих роутов должен быть отдельный маленький бандл. Он у вас там вообще маленький будет. Реально там 10-5 килобайт будет. Вот. Плюс еще, так как у вас есть фреймворк, вы используете какие-то библиотеки, еще что-то используете, то у вас, получается, есть какой-то общий код, который будет использоваться и на тех роутах, на тех вьюшках и на тех. Вот. И этот вот плагин для випака, он умеет брать этот общий код и выносить его в отдельные бандлы. И тогда, когда вы будете загружать, например, первую вьюшку, которую пользователь попросил, у него загрузится только тот код, который нужен для этой вьюшки, и плюс еще тот общий код для этой вьюшки и для остальных. И получается, если в том случае, когда пользователь перейдет на следующую вьюшку, у вас уже в браузере будет закеширован тот общий код, и ему не надо будет его тянуть снова. Он подтянет только код, там опять же тебе 5 килобайт для следующей вьюшки. Потому что обычно, как бы в JavaScript, нашего кода не так уже и много, как кода библиотеки. То есть взять React, он там 70 килобайт или сколько минифицированный, то очень редко бывает, что на проекте кода больше, чем 70 килобайт минифицированный. Обычно все библиотеки весят больше, чем ваш код. То есть, ну, а вы не только React используете, еще и роутер туда накинуть, еще и ладаш какой-то подключить и так далее. То есть все это выходит довольно жирно. Вот. Да, то есть вот этот процесс. На первую страницу, на первую вью, загружайте только вью и этот бандл. Вот. Но возможность разбивать бандл на отдельные роуты, да, и возможность эффективно это делать и вообще, в принципе, сжимать код как можно, как бы, чтобы выхлоп был как можно меньше, это все напрямую зависит от оптимизирующего компилятора, который используется в вашем бандле. То есть если вы не знаете, веб-пак сам оптимизировать код не умеет. У него просто используется плагин Aglify.js. То есть это Aglify.js компилятор, который раньше там и сейчас там с Галпом, и с Грантом используют, который пайпят. Вот. Он именно занимается оптимизацией. Вот. И у него там есть куча флагов, которые позволяют включить или выключить определенные оптимизации. Есть некоторые оптимизации, которые действительно могут поломать ваш код. Точнее там он не будет работать в E8, потому что для старых E8 нужна какая-то штука, он ее просто выкидывает. Потому что для новых браузеров это не нужно. Вот. И почему многое зависит от оптимизирующего компилятора? Потому что как бы чем умнее компилятор, тем более эффективный будет код на выходе и тем меньше этого кода будет. Потому что мы строим, вот мы пишем код, мы делим его на модули, мы создаем, мы используем какие-то паттерны, наворачиваем вот слои просто сложности, да, каких-то абстракций. Вот. И поэтому нам нужен очень умный компилятор для того, чтобы это все упростить и оптимизировать. То есть компилятору вообще в идеале, ему нужно, чтобы мы писали на ассемблере, потому что дальше его уже там, грубо говоря, оптимизировать, упрощать некуда. Вот. И поэтому ему нужно знать, как правильно развернуть вот эти все абстракции, взять там наследование, развернуть, упростить его максимально, там выкинуть лишний код, там константы сразу вычислить. То есть если у вас там где-то два числа, 50 и 100, и вы их добавляете, смысл это делать в рантайме, если все это можно взять в компайлтайме, посчитать. То есть по сути ваше приложение с точки зрения компилятора это такая большая-большая математическая формула, которую компилятор пытается максимально приблизить к решению во время компиляции. А все остальное, то, что вы можете вычислиться в рантайме, уже будет вычисляться в рантайме. То есть это задача как бы компилятора. Вот. И я вам предлагаю посмотреть на самые основные такие этапы оптимизации, которые есть в разных компиляторах и посмотреть, как бы в каких компиляторах они есть, каких нету. И какие вообще компиляторы есть. Вот. Значит, самые основные есть, это Aglify.js, Rallup, возможно, вы о нем слышали, Babbily менее популярный, он сделан поверх Babbily, вот, но он достаточно мощный. И Closure Compiler, который никто не использует, потому что он вообще на Java написан. Вот. Самая основная оптимизация, это так называемый Dead Code Elimination. Он позволяет, эта оптимизация что делает? Она берет ваш код, видит, что там не используется и выбрасывает. Вы можете сказать, как это мой код, там там все используется, я не пишу код, который не используется. Вот. Но на самом деле вы еще используете кучу библиотек, из которых вы используете только там одну, две, три, десять функций, а все остальное вам не нужно. Или вы там используете React, но, например, вы используете какой-нибудь Flux Redux, в котором вообще нету там, грубо говоря, локального стейта, и вам, в принципе, в React, вам получается, не нужна логика работы с локальным стейтом конкретно для вашего приложения. Почему бы ее взять и не выкинуть с React? Но, к сожалению, JavaScript устроен так, что не все библиотеки могут быть оптимизированы из-за той сложности, как это все написано. Вот. Но компиляторы стараются это сделать. Вот. Значит, DeadCodeElimination, как я сказал, занимается тем, что выбрасывает. Давайте посмотрим. У нас, например, есть программа. Давайте я остановлю. Может, видно так за мной, или нет? Окей. Вот. У нас есть вот какая-то небольшая программа, да, и компилятору нужно оптимизировать ее, то есть ее нужно упростить и в идеале высчитать тот результат, который мы там, который возвращает функция inc, increment. Вот. Компилятор берет наш код и парсит его в AST. Абстрактное синтетическое дерево. Если вы там когда-нибудь рылись в бабеле, вы видели это абстрактное синтетическое дерево, именно так бабель компилирует ваш код. Вот. Он находит entry point в текущем файле, то есть entry point это всегда вызов функции. Вот у нас есть внизу вызов функции increment, да, и он строит дерево зависимости. Дерево зависимости, это имеется в виду не конкретные модули, а в рамках, например, текущей программы это переменные функции. То есть у нас дерево зависимости такое. У нас входящая точка это функция вызов increment, у нее есть ссылка на x. Вот. Еще у нас есть объявлена здесь переменная y и функция decrement. Вот. Но по дереву зависимости видно, что increment использует x, а y и decrement, они просто здесь есть, но их не используют, они в коде не используются. Вот. То есть компилятор выстраивает такой граф зависимости, он проходит по этому графу и все, к чему нету пути, он просто его выбрасывает. И остается только тот код, который используется, и он попадет в ваш результатирующий бандл. Вот. Есть еще другая оптимизация, интересная, так называемый тришейкинг. Если вы смотрели на Webpack 2, например, в Webpack 2 сейчас вот как бы у него самая такая фишка, чем его продают, это тришейкинг. Вот. Но на самом деле тришейкинг – это всего лишь одна из оптимизаций, которая входит в весь процесс вот Dead Code Elimination. Dead Code Elimination – это собирательное такое название для множества разных оптимизаций, которые так или иначе убирают код. Но просто тришейкинг, он работает не на уровне кода, а он работает на уровне модулей в вашей программе. То есть он смотрит… Вот у нас есть модуль, например, mass.js, да, у которого экспортируются две функции. Есть main.js, в которой из mass.js импортируется только одна функция. Тришейкинг, он также строит дерево зависимостей, но дерево зависимостей модулей, и он смотрит, какие модули импортируются из других модулей, а какие нет. И те, которые не импортируются, он просто эти функции удаляет. Вот. Таким образом, с тришейкингом и deadcode elimination у нас уже может убираться, как бы прям модули все выбрасываться, которые не используются, и какие-то части кода, которые не используются, например, в нашем коде. Но для того, чтобы эффективно убрать код, например, лишний, чтобы максимально много убрать лишнего кода, компилятор до этого упрощает ваш код максимально возможно. То есть, если у вас какие-то там объекты, классы и так далее, это очень сложно понять компилятору, как это устроено, и убрать из него какой-то лишний код, да, или оптимизировать это. Для начала ему нужно это все упростить максимально возможно. То есть, ему нужно взять объект, разложить на отдельные, там, переменные. Потом эти переменные, их уже намного проще, с ними намного проще работать. Потому что это уже тут никакой абстракции, это просто переменные и все. Первая оптимизация это так называемый function call inlining. То есть, если у вас есть где-то вызов функции, возможно, есть смысл этот вызов функции просто заинлайнить, развернуть тело самой этой функции. То есть, например, если эта функция слишком маленькая или она только один раз используется, смысл эту функцию держать как функцию, если можно взять ее тело и просто вставить туда, где она вызывается. Вот. То есть, у нас был такой код, например, у нас есть объект, у нас есть функция, и в console.log выводятся результаты выполнения этой функции. Комбинатор смотрит, ага, у нас есть функция, она довольно простая, типа, я понимаю, что здесь происходит и она используется только один раз. Я возьму тело этой функции и разверну его прямо сюда, там, где вызывается эта функция. Вот. Дальше. Он смотрит. Окей. У нас есть, значит, объект какой-то и его свойства используются здесь. Вот. Вот они здесь используются. Это уже как бы следующий шаг после предыдущей оптимизации. Вот. И он смотрит, что это объект и ему нужно тоже этот объект как-то упростить для того, чтобы потом, возможно, была возможность выкинуть тот код, который не будет использоваться. Вот. И эта оптимизация называется property flattening, то есть он берет, просто разворачивает объект на отдельные переменные, в котором каждая переменная это одно из полей объекта. То есть у нас был объект person, fname, lname, стал person, fname, переменная, person, и вот здесь вот эти вот штуки с аксессами в объекте он поменял на вот эти переменные. Так? Дальше идем. Вот. Теперь у нас, получается, есть уже две переменные, которых значение это строки, то есть это уже какие-то константные выражения, а если это константы, их можно посчитать в compile time. Если мы знаем значения, мы их сразу можем посчитать, мы можем добавить числа, сконкать на эти строки и так далее. Вот. И этот степ называется constant folding, то есть сворачивание констант. Опять, берем тот же код после предыдущего степа, смотрим, здесь константа, константа, окей, сразу можем посчитать, сконкать на эти строки и в консоль. И тогда получается, что вот эти две переменные, эти данные, они уже не нужны, нет смысла в них, потому что мы здесь уже все посчитали. Вот это вот уже можно выкинуть. И в итоге у нас назад у нас был объект, у нас была определенная функция, у нас был консоль лог с вызовом этой функции, а все пришло к тому, что у нас остается только консоль лог с результатом выполнения этой функции. Вот. Есть еще другая, более интересная оптимизация. То есть есть определенный набор методов в JavaScript, который довольно простой, да, и если вот, например, в массиве все элементы массива тоже константные значения, то их тоже можно высчитать, потому что мы точно знаем, что вот join вернет конкатенацию вот этих всех значений с сепаратором, да. То есть компилятор тоже это может взять и посчитать. Или там substring сделать. Или взять parse int прогнать. Вот. Если потом будете слайды эти пересматривать, там вверху всегда вот на каждом слайде есть компилятор, который делает эту оптимизацию. То есть не все как бы компиляторы это делают. Вот. И как работает код сплит? Вот после всего этого, после всех этих оптимизаций, когда мы убрали лишний код, уже у нас остается, у нас все равно останется большой бандл. Конечно, будет кода намного меньше, но все равно в итоге, если у нас такое мейчур приложение большое, да, вот, все равно будет достаточно большое количество кода. Но после этих оптимизаций уже можно это все разделять. Вот. Как это делает, например, вебпак, опять же, это с помощью этого плагина, вот. Допустим, у нас есть два бандла, то есть мы разбиваем приложение на два бандла. Эти два бандла, это наш код, они используют функции из, допустим, это какой-то underscore. Вот. Первый бандл использует функцию AB из библиотеки, а второй бандл использует функции AC. То есть они используют какие-то общие функции, но при этом здесь еще функция D, которая не используется. Что сделает вебпак? Вебпак посмотрит, что первый бандл и второй имеют общий код. То есть они используют общий код, вот эту функцию A из библиотеки. Поэтому он оставит весь этот код, который шарится между этими модулями в отдельном бандле общем, но при этом, если вы используете вебпак 2 с тришейкингом, он еще и выкинет из библиотеки эту функцию D, потому что она не используется. Но это только вебпак 2. Вебпак 1 оставит эту функцию D. Вот. Это как бы окей, но проблема в том, что это работает на уровне модулей. То есть если у вас есть библиотека, модуль, в котором, из которой функции используются в одном бандле и в другом, эти функции все равно принадлежат все еще одному банду, одной библиотеке. То есть вебпак оставит это все одним бандлом. Но на самом деле можно было сделать интереснее, зачем нам это все держать в одном бандле, если мы могли бы взять функцию из библиотеки, положить ее в один бандл в наш, а другую функцию из этой библиотеки положить в другой бандл. И тогда нам вообще не нужно было бы использовать бандл с вот этим общим кодом, загружать его. Можно было бы вообще библиотеку разделить на два файла, да, смержить с нашим. Вот. И, например, вот Closure Compiler, у него код сплитинг работает на уровне функций, методов. То есть, да, он может там и классы там с прототипов переместить методы. Вот. И переменных, и функций. То есть вместо того, чтобы брать и как бы выделять, находить общий какой-то код и ложить его в один бандл, он может взять функцию и перенести ее в другой модуль. Например, опять, у нас есть какая-то библиотека с функциями ABCD. Здесь используется AB, здесь используется AC. В итоге он выкинет функцию D, потому что она вообще не используется. Функцию B из библиотеки принесет в бандл, там где она нужна. функцию C из библиотеки принесет в бандл, там где она нужна. Вот. Здесь встанется только A, потому что она используется и там, там. И то не факт. Если это функция, которую можно заинлайнить, он ее просто заинлайнит здесь и здесь, и у вас не будет общего бандла. Вот. Дальше после того, как вы это все разделили, уже нужно подумать о том, как это загружать на сервере. Здесь есть два варианта. Это так называемый pre-cache и lazy load. Pre-cache это у вас будет отработать только когда вы используете сервис-ворки. Вот. То есть мы загружаем наши начальные бандлы и как только там оно все загрузилось, приложение работает, в бэкграунде мы можем загружать все остальное. Вот. Но на самом деле есть два варианта. С сервис-ворками вы сможете это загрузить и закешировать, тогда у вас еще бесплатно будет это все работать в оффлайне. Вот. А можно просто это взять там через, использовать веб-пак require ensure. Это типа как AMD модули будут. То есть когда загрузится бандл, он будет автоматически там его подтягивать. Это, ну, как бы, это закешируется браузером, но в оффлайне это работать не будет. Вот. Лэйзи лод, то есть вы загрузили то, что нужно в начале, потом юзер переходит на следующую вьюшку и тогда мы запрашиваем код для этой следующей вьюшки. То есть здесь будет, конечно, какая-то задержка перед тем, как пользователь перейдет на другую вьюшку. Зависит от того, насколько большой бандл для этой вьюшки и сколько хороший интернет у юзера. Но, в принципе, тогда вам не нужно загружать прям весь код на… при первом посещении сайта, да. Вот. Вот, например, в веб-паке втором код сплит работает интересно. Он как бы там и прям и код сплит, и лэйзи лод можно сделать, убить двух зайцев, да, с помощью React роутера. У React роутера есть, у компонента роут есть атрибут get component, который можно использовать для того, чтобы асинхронно как раз вот подтянуть тот модуль, который нужен для этого роута. Вот. Он работает с system import. Это, грубо говоря, путь к этому модулю. Вот, получается, здесь потом модуль, когда он загружается, вызываете callback, который передается React роутером сюда, и React роутер отображает следующую вьюшку. Вот. С первым веб-паком это тоже работает, но немножко сложнее. Ну, в принципе, при желании вы можете на Medium найти статью. Там все описание есть. Вот. Еще другой вариант. Не знаю, если там не используете веб-пак или еще что-то не используете, то можно, можно, точнее, если React роутера не используете, можно использовать вот такой тег link с атрибутом real preload, и когда вот эта вот штука у вас есть в HTML, браузер в бэкграунде начнет подгружать это. Вот. То есть вы указываете сделай preload вот этого скрипта, точнее, вот этого файла как скрипт. Но проблема в том, что это работает только в Chrome Opera и Chrome для Android. Может, вам это не подойдет, а может, к вашему кейсу это подойдет. Мало ли, какие цели у вашего продукта. Может, вам только Opera и нужна, например, или только Chrome. Вот. И тут интересно то, что вот этот код он подгрузит, но он его не выполнит. Он его не… Браузер не выполнит этот код, пока где-то в доме не появится референс, то есть какой-то скрипт, SRC на вот этот вот путь. И тогда браузер заэволейтит этот код, и он выполнится. Вот. Precache с сервис-воркерами. Есть плагин для веб-пака. Как он называется? svprecache.webpack.plagin. Или вот можете поискать на гитхабе svprecache. Там список всех плагинов, которые делают сервис-воркер автоматически во время билда для гранта, для галпа, для веб-пака, и, по-моему, которые сами по себе как-то вообще без этих, без бандлеров. Вот. То есть этот плагин, он автоматически строит сервис-воркер, в котором уже прописаны те пути, которые нужно закешировать, подтянуть и так далее. Вот. И здесь как бы это тот же preload, но за счет сервис-воркера это еще и offline-support. Вот. И в конце как бы окей, мы все оптимизируем, 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 но у нас, например, там тот же React весит, там еще Angular 2 весит. Слушайте, а что сделать с фреймворками? Вот. С фреймворками как бы есть несколько вариантов. Вот, например, Angular 2, у него есть так называемый head-of-time compilation. То есть они во время билда компилируют темплейты. То есть они берут темплейты, компилируют их в JavaScript. Там есть небольшое ограничение, насколько я помню, то есть если вы делаете аот-компиляцию темплейтов, то в рантайме вы не можете напрямую использовать дом. Ну, как бы в принципе к этому надо и стремиться. Если у вас есть темплейтинг, зачем вам напрямую дом, с домом работать, да? Вот. И это позволяет на определенное там количество килобайт уменьшить ваш бандл. Вот. Похожая штука есть во Vue.js. Мало того, что Vue.js сам по себе мало весит, так у него еще есть и рантайм only build, который не компилирует в рантайме темплейты. То есть это тоже как бы своеобразный аот. Вот. Те же практически ограничения, но по-моему сам рантайм у Vue.js уменьшается там что-то с 25 до 17 килобайтов. Что-то такое. Вот. Есть еще такая библиотека Preact. Это очень-очень-очень там трехкилобайтная версия React, грубо говоря. С некоторыми ограничениями, типа там нету синтетической системы ивентов заполифилинных, а там нативные ивенты используются. Но вот интересный способ использования Adios Money написал, что я когда делаю какое-то приложение, я в девелопменте использую React, а потом просто свопаю, заменяю его на Preact. Потому что у Preact есть там compatibility модуль в один килобайт, который полностью алиасит API-шку React. И все, вы просто меняете и как бы окей, было 70 килобайт, стало 3 килобайта. Это супер, по-моему. А у React просто для девелопмента довольно-таки неплохой тулинг. То есть там и perf можно померить, и stack trace посмотреть нормально и так далее. Вот. Ну и альтернативы легковесные. То есть это вот Preact 3 килобайта в UGS, сколько там, 17, и Riot GS, о котором сегодня говорили. это можно посмотреть, на это все попробовать. Вот. И говорят, что идет код сплитинг автоматически в Ember и в Ember CLI и в Angular второй. То есть они как-то там это будут делать out of the box. Вам не нужно ничего будет конфиджить, но посмотрим. То есть тоже стоит в эту сторону смотреть. Вот. Ну, как бы подведем итоги, да. Стоит использовать код сплитинг? В принципе, да. Ну, то есть там в большинстве случаев да, но опять же нужно смотреть, какое у вас приложение, какой кейс, нужно оно вам или не нужно. Может там это у вас одна-единственная страница, на которой все приложение должно отобразиться сразу, потому что это вообще типа страница приложения с одной вьюшкой единственная, может у вас какой-то там, не знаю, редактор, да, и вам по-любому весь код нужно сразу загрузить. Тогда вам код сплит не нужен. Но в принципе для большинства там многостраничных, точнее, одностраничных приложений с несколькими роутами это неплохая штука. Вот. Сервер-сайд рендеринг? Ну, типа, да, наверное. Проблема в том, что его сложно сделать. То есть вам нужно там и на сервере для этого все подогнать и так далее. Сегодня должен быть доклад о сервер-сайд рендеринге. Можете сходить послушать там, что-то узнать, как это сделать попроще. Вот. И должны ли мы париться о компиляторах, должны ли… Вот мы послушали сейчас оптимизация. Итак, приходишь такой домой и думаешь, так, компилятор будет оптимизировать так, так можешь мне написать так код, чтобы он догадался быстрее, оптимизировал это лучше. Не, это делать не нужно. Это делать не нужно, потому что, если вы пытаетесь помочь компилятору, ваш код становится менее читаемый, менее понятный. Компиляторы должны всю делать работу за нас. Мы люди, мы должны для себя как бы строить вот эти абстракции для того, чтобы нам было понятней и другим было понятней. А работа уже компилятора заключается в том, чтобы все это оптимизировать. Все, что нам остается делать, это ждать, пока компиляторы станут лучше или самому делать эти компиляторы и так далее. Но в принципе просто достаточно использовать инструменты, которые позволяют вам минифицировать и оптимизировать код лучше. Кстати, тот же Aglify.js, посмотрите, у него в Readme есть очень-очень много флагов, которые по умолчанию не включены для оптимизации. Их можно повключать, он много классных штук тоже делает. Ну, в принципе, все. У меня будет панель через доклад, подходите на вопросы. Спасибо.